Вот такой момент. И здесь простая схема вырезает. Вы запускаете информацию о своем намерении, о своем желании. Вы запускаете. Она постепенно рождается. Мистерия рождения происходит и появляется. Что-либо появилось. В этот момент вы должны это взять и распространить свое влияние. То есть, если вы пропустили что-либо, оно может уйти. И больше даже никогда. Вы будете потом крыть себе локти. Это как-то трудновато это сделать. Вновь тогда необходимо перестроиться. И вновь опять себя настраивать на то, что у вас это получится. Но опять же, мы живем все во времени. Я думаю, может быть, этого вы не успеете. Но может быть, успеете это уже исходя из вашего подхода. Исходя опять же из кармического кода. Кому-то дано больше, кому-то немножко меньше. Но вместе с этим, как бы, всем в принципе дано одно и то же. Потому что все мы живем на одной планете. И все мы живем как бы одной и той же практически жизнью в одно и то же время. И всем нести как бы за это ответственность за собственную жизнь. Так. Дальше я хотел еще сказать. То есть вот тот момент, в котором чакра. Музыкальные ноты я хотел отметить. Посмотрите. ДО РЕ МИ ФА СО ЛЯ СИ. ДО РЕ МИ ФА СО ЛЯ СИ. И вот тот же самый момент, когда святые говорят о том, что наступает момент, когда человек начинает его жизнь как песня. Жизнь прожил как песня спела. То есть вот этот момент, когда человек, распределяя все свои составные, скажем, душевные параметры, энергетические параметры в правильном ключе, его жизнь смотрится. А сами бьются там головой об эти клавиши, и у них мало чего получается. Есть люди, которые правильно распределяют какие-либо позиции, а у них жизнь смотрится как песня. Но как бы вот этот момент, о котором человеку в целом-то и необходимо прийти, потому что природа как раз таки требует этого. Для этого она человека и создала. Для того, чтобы человек пришел к себе и начал информацию выдавать в чистом виде, чтобы их была музыка, а не было где-то какофония. Вот такой момент. И здесь посмотрите, какой интересный момент я вышел. То есть, если вот эти чакры, если эти чакры, примерно человек же вернул до 70-ти, да, он может жить дальше, но в целом, да. Вот стабилизация человека, первые 10 лет. Человек учится ходить. Стабилизация человека. Дальше 10 лет. Творческий потенциал он открывает в отношениях. Ну и период, да, примерно берем 20 лет, да. Вот 10-20. Значит, там и уже ориентация на детей, там, повышение своей жизненной, как бы, деятельности, да. 30-ть. Личная сила, воля, логическое мышление, желание, действие, труд. То есть, человек полностью переходит своим состоянием, свое дело. 40-ть. Приходит к своему сердцу. Если изначально ему какие-то эмоции двигали, там, к девочке, мальчику, там, еще что-то, да, то он приходит к какому-то более, 40-ка годам он приходит уже, ну, может быть, там, за 30, да, там, он приходит уже к какому-то более, необходимо было бы, чтобы пришел к какому-то более душевному ощущению себя в этом мире через сердце. 50-ть. Творчество всех видов самовыражения, коммуникации, проявляции, процесс не связанных с активной практикой. С человеком летает вот этот полный потенциал, 50-ти, да, выходит на творчество всех видов самовыражения. У него огромный потенциал. У него такой потенциал, что он может вот как бы выражать себя в полной мере, как бы уже, и, как сказать, он созрел. 60-ть. Мудрость приходит. Третий класс. Разум и твит, сооружение, идея, разработка, план, восприятие, передача информации. Как бы он уже может передавать свою мудрость. 70-ть. Он смотрит там впереди смерть. Отлично. А так как на верхней части он сливается с Богом. Полное осознание высшего муждения, озарения. Он уходит в смерть, уходит в смерти, как бы нет, он уходит, но некоторые как бы ступорятся на том, что вот я боюсь там, или еще чего-то. Это все понятно, да, но если человек осознает такой спектр, который, в котором как бы он располагает на верхней части, ему уже не страшно переходить в другое качество. Он понимает, что за этим, что за этим стоит, он уходит туда свободно. Иначе человек и люди ступоризуют, но мне ступорили, а вот, а что я еще не сделал. Конечно, Сихил показывал, что это можно было сделать. Вот и все. Вот такой момент. Опять же, посмотрите, какие пары остаются и у каких пар поврождаются гармоничные отношения. Вопрос очень простый. Те, которые соревновали по своим идеям, по своим частотам на всех чакрах. То есть, если по нижней, понятно, писи присунули, как бы, то изначально все хорошо, потом начинаются, кстати, проблемы. А если уже с вибрацией идет на энергетическом, на центре, на сердце, начинается на пятом, шестом, седьмом, все, эта пара сливается уже навсегда. Там ими, как бы, там, между ними уже никто не залезет со своей другописией, потому что мы просто не можем. Эти люди сливаются практически воедино. Они понимают друг друга молча, и не нужно там что-то друг другу скандалы закатывать, объяснять. Это и есть монады? А? Монады. Это и есть монады, да. То есть, как бы, ну, есть какой момент? Существует монада, которая приходит к монаду, да? То есть, изначально. У них наработки еще небольшие, но они уже монады. Они должны оставаться и работать вместе. Есть люди, которые приходят, они могли потерять свою монаду, и им нужно подбирать монаду. Выбрать сразу, полностью, притяжение по каким-либо вот этим наработкам вверх, ему сложно. Поэтому, как бы, они начинают с нижнего, и смотришь, что у них получается. Они могут разойтись, не проблема. Но монада, которая пришла, от нее уже четко высканируется, осознается, что эти люди – это монада. Какие бы конфликты у них ни возникали, они должны настойчиво идти все-таки работать над своим. Потому что тот потенциал, который они наработали за жизнью, нельзя просто так разбазаривать. Это нужно как раз-таки выходить на позитивные качества всех этих составляющих своего организма. Нельзя отталкивать то, что можно, конечно, не проблема. Но вот таким образом человек, как бы, опускает себя в нужную определенную, как сказать, ну, обнуляет себя в определенную степень. Подобрать что-то в таком качестве изначально, вероятно, может ему быть достаточно сложно. Он ему придется, может быть, как бы подождать следующие инкарнации и искать что-то там. Но это уже очень индивидуальная вещь, поэтому как бы наставим это. Чуть-чуть еще дальше, я скоро закончу. Что мешает вообще в целом человеку выходить на эти вещи? Опять же, то, о чем я изначально говорил – это лицемерие. То есть мериться и в лицом – это чувство важности. У йогов есть такое понятие – хотите заниматься нормально, уберите чувство важности, себя. Потому что чувство важности очень сильно ограничивает человека. За счет чувства важности человек, обладая определенными какими-то наработками, он чувствует – ну, вот я крутой, как бы, я не готов. Он не готов воспринимать другие спектры информации. Спектры информации – огромное количество. Он зашел и в себя на чувство важности, он не становится гибким. Он становится твердым. Твердо ломается, гибко, течет, переливается, и то очень твердое. Здесь такой толстанковатый момент. Чувство важности себя нужно убирать. Тогда вы становитесь сами собой, тогда вам легче жить. Потому что, как бы, вы с собой приходите к себе. Все понимаете, что все одним миром мазаны. И вот это носить, что я купил Лексус, и теперь я крутой, и теперь, как бы, он ездит и носится по всем, как бы, тёлкам, как бы, ни одну юбку не пропустит. Как бы, понятно, где он там бегает, по нижним чакрам. Только бегает. Он такой крутой, но, как бы, на место сердца, опять же, он, что он хочет? Он хочет любви. А, как бы, а где он бегает? Он на место любви ставит и Лексус, и все ставят там, и Сисю, и Писю, и все остальное. То есть, как бы, если идёт в чистом видосе вибрация от них, хочешь Сисю, проси Писю. То есть, там, и наоборот, да? Хочешь сердца, проси сердца. То есть, прямолинейность идёт, абсолютная адекватность идёт. А не то, что, вот опять же, лицемерие всплывает. Чувство важности на базе чего-то. И мне одна женщина, которая рассказывает, женщина привлекательная, как мужчина, увидев её в кафе, и он выходит из кафе, садится в своё Бэн-Бэн, подъезжает вновь к ней на своём Бэн-Бэн. Выходит, заходит в кафе и показывает Бэн, Бэн-Бэн говорит, я хочу с вами познакомиться. Это реальная ситуация. Как бы, вот, так и тему познавируют. То есть, это излишняя переоценка каких-либо достоинств, каких-либо ценностей. Излишняя переоценка. Причём на энергетическом уровне, что туалетная бумага, что Бэн-Бэн, не имеют никакого значения. И те, которые бегают там, что я купил себе там эту машину, и теперь крутой, не крутой. На энергетическом уровне, опять же, она практически не имеет цены. Просто людей развели на то, чтобы развели, на то, чтобы их прокрутить через чувство собственной важности. Вот и всё. И поэтому все, кто бегают там, крутой в результате кризиса, казалось, как, а теперь я не крутой, что мне бешенся теперь, но люди там периодически, да, кто-то слышно, там, где-то кончает жизнь самоубийством или ещё что-то, да. То есть, как бы, развели-то на что? Развели на туалетную бумагу. Вот и всё. То есть, и система образования могла бы подать простые вещи для людей по всей планете. Система образования замкнулась, она оторвана от реальности, она замкнулась на сегментальных данных. Хорошо-плохо, будешь учиться, получишь, вырастешь, станешь, кем-то стал, тебе в результате раз, тебя, как бы, а мы тебя убираем, кто-то нам больше не нужен. Почему? Почему? Потому что ты не нашёл свою тарелку. Потому что человек где-то, он зашился в этой схеме, он хотел чего-то одного, хотел стать там ветеринаром, стал там банкиром, да, там. Душа тянулась к одному, и душа продолжает всегда тянуться, она всегда тянется к своей тарелке. И человек, идя по схеме, мама отправила в университет, я пошёл, круглым англичникам закончил. В результате что? В результате ничего, расслаб с душой, вилка, обретаются проблемы. Система образования, в результате сейчас, несколько дней назад, учителя выходят, и говорят, нам платят мало. И здесь двоякий момент. Во-первых, кто учил, те же самые престарелые учителя, которые вышли и кричали, кто учил, те, кто сидит там, вверху. И в не надо осуждать, никого вообще не нужно осуждать, не правительство, потому что и не от правительства зависит от жизни человека, а зависит от себя всё равно по-любому, по-любому от выше звена разума и от самого себя. Поэтому, как бы, а на кого? Они пришли к кому кричать, а что вы закладывали, учителя, что вы закладывали в тех людей, к кому вы сейчас кричите? Вы закладывали просто сухий материал. Вы закладывали просто сухие данные, физика, математика. Кто помнит? Ты помнишь сейчас что-нибудь о физике? Вышел, закончил школу. Помнишь? Нет. Ничего не помнишь. Зачем тебе закладывали физику? Не понятно. То есть, приоритеты. Физик всегда станет физиком по-любому. Закладка информации необходима. Но необходимо, чтобы этого человека открыли для этого его тяготение. То есть, вот эта система образования должна меняться. В результате что? Те, кому вышли, на пикет там стоят. И по барабану. Что у них закладывали духовные какие-то качества? Что у них там говорили что-нибудь о сердце? Если бы хотя бы в течение получаса рассказал эту вещь, полчаса хотя бы люди говорили, то уже определенным условиям детей дали бы уже возможность выбирать. А так этой информации практически не было. И кто сейчас? Ничего. Люди зашили в свой менталитете и все. И что говорили? Что-то о сердечных отделах. Говорили о том, что ты будешь хороший и плохой специалист. Говорили. Ты если будешь учиться, то будешь. Какой специалист? Для чего тебе эта специальность? Об этом не говорилось. Просто тут подтолкляется информация.